А по окончании соревнований с одаренными шахматистами сеанс одновременной игры провел неоднократный чемпион Советского Союза, Европы и мира по шахматам Анатолий Карпов. Вы уже не раз бывали в Кыргызстане, тем не менее, ваше мнение о нашем Иссыкуле? На Иссыкуле я много раз бывал. Первый раз в 79-м году. И, кстати, здесь я познакомился с удивительным человеком, который недавно нас покинул, Чингизом Айдматовым. И с 79-го года мы были друзьями. Но Иссыкуль на меня произвел впечатление просто невероятное. Я до сих пор считаю его одной из жемчужин мира. И когда мы сейчас ехали, ехали с моими друзьями, они никогда не бывали. Я говорю, вы увидите то, что вообще редко кому удается увидеть. И поездка стоит того, чтобы посмотреть на Иссыкуле, вот это память и впечатление ставить на всю жизнь. Анатолий Евгеньевич, с 1975-го года прошло немало времени. Тем не менее, хотелось бы спросить, вы не жалеете, что не сыграли с Фишером? Жалею, конечно, жалею. Но у нас переговоры шли до конца практически. Хотя вот матч на первенство мира мы хотели играть в 76-77 году. Этот матч не состоялся, и Фишер был не уверен. Но где-то даже за два года до смерти, но смерть вообще была неожиданной. Просто Фишер не принимал те лекарства, которые доктора ему давали. У него случился острый приступ почечной недостаточности, случился он. Ушел от нас. А где-то за два года до этой трагедии мы вели разговоры. И Лоттер Шмидт, есть такой известный гроссмейстер в Германии, и главный арбитер матчей и моих, и Фишера. Он вел переговоры, чтобы мы играли по правилам Фишера. Шахматы Фишера, так называемые. Реном Чес. Вы еще будете выставлять свою кандидатуру на пост президента Фиде? Да кто его знает. Время идет быстро. Но что-то сейчас мы делаем. И налаживаем контакты с ЮНИСЕФ, с ЮНЕСКО. Это как бы в моем ведении сегодня. Школу я открываю, продолжаю. Буквально через неделю поеду открывать школу в Чехии. Это будет моя первая школа и 27-я страна. На ваш взгляд, шахматы должны попасть в программу Олимпийских игр? Шахматы могли быть включены. Сейчас я не вижу шансов. Хотя мы работаем над этим. Я тоже являюсь официальным представителем Международной Федерации шахматной в Олимпийском комитете международном. Но при Самаранче мы имели поддержку на самом верху. Причем тогда я тоже выступал полномочным представителем. Я вел переговоры и с Самаранчем покойным, и с его вице-президентами. Летние игры сложно, поскольку они перегружены. В зимние игры легче. Но в зимние игры надо дописывать одно условие в хартию. Потому что в хартии зимних Олимпийских игр прописано, что в программу ходят виды спорта, связанные со льдом или снегом. И мы сейчас создали Международную Ассоциацию интеллектуальных видов спорта. Это бридж, это го, это шашки. И вполне возможно, что мы выйдем в ближайшее время с предложением, чтобы дополнить и дать возможности интеллектуальным видам спорта быть частью зимних Олимпийских игр. Анатолий Евгеньевич, что вам хотелось бы сказать в адрес «Газпромнефки»? Ну, замечательно. Знаете, вообще люди развивают спорт, что может быть лучше. Вот, причем здесь получают как бы и спортивную закалку, и навыки, и работники компании. И, конечно, это первый интерес. Но и то, что это проводится на таком хорошем уровне, вот это дополнительный интерес. Это, знаете, это выливается в огромный праздник. Я бы сказал, фестиваль спорта, настроения, радости. Фестиваль спорта.